Казахстан 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 В пустыне ничего нельзя делать быстро. Первое правило пустынного выживания. Чем больше тратишь энергии, тем больше потеешь. И спарина несет облегчение и одновременную угрозу для жизни. Потери всего 15% воды из организма равносильно смерти. Каждую каплю пота необходимо возместить каплей выпитой воды. КОНЕЦ КОНЕЦ Экипажу разрешено выходить в общий эфир с международным сигналом бедствия. Днем пустыня мертвая, ночью оживает. На поверхность вылезают змеи, скорпионы, фаланги. Второе правило выживания. До заката нужно успеть построить укрытие. Одна особенность. Убежище должно быть продуваемым с двух сторон и одновременно защищенным от насекомых. Надо отдавать себе отчет, что экипаж после полугодового полета приземляется, конечно, с такими физическими кондициями, которые, наверное, немножечко отличаются от тех, с которыми они работают сейчас. Естественно, надо заранее людей научить, привить им навыки работы. Вот строить такое убежище на жаре, это, в общем-то, далеко не самое простое дело. Из подручного материала только парашют, сиденья-ложементы, светоотражательная накидка и песок. Перед тем, как поставить тент, надо снять верхний горячий слой почвы. Под ним земля холоднее. Но выгребать грунт можно только после того, как построено укрытие. Иначе земля моментально станет горячей и в укрытии будет жарче, чем на солнце. Строительство убежища – самая тяжелая работа в пустыне. На это уходит практически целый день и почти все силы. Выделение пота при физической нагрузке максимальное – 20 граммов в минуту. В первый день выживания каждый теряет от 2 до 3 килограммов веса. Поэтому по этой штуке можно узнать, куда идешь. Если команда работает, все будет выполнено. Если команда не работает, это может привести, опять же, повторяюсь, к непредсказуемым последствиям. Космонавтам не рекомендуют выходить из укрытия. Надо просто лежать и не двигаться. Попытаться заснуть или хотя бы расслабить все мышцы. Никаких активных действий. Нельзя курить и даже разговаривать. Разговоры – дополнительная трата энергии. Вода – главная ценность в пустыне. Здесь надо пить часто, но по-малому. Третье правило выживания. Оптимально 50 граммов каждые полтора часа. В снаряжении экипажа для этого предусмотрен специальный мерный стаканчик, чтобы все было честно и не возникало конфликтов. Если хватит терпения, то жидкость лучше не пить, а просто держать во рту. Один глоток на 30 минут. Глотка и полость рта постоянно мокрые. Чувство жажды на время притупляется. Выживали наши коллеги. Рядом стоял фонарь с остеклением. И было такое визуальное ощущение, что там скопился конденсат. Вот в этом остеклении фонаря. Вот все мысли о ребятах потом рассказывали. Мы лежали, говорят, и двое суток думали, как залезть на этот фонарь и выпить эту воду. Правило номер четыре. Есть в пустыне категорически запрещено. Космонавтам особенно. Вся еда из космического рациона, сублимированная, обезвоженная. Ее невозможно употреблять без большого количества воды, каждый капли которой на вес золота. После второй ночи воды почти не остается. Сил тоже. У каждого члена экипажа читаются первичные признаки обезвоживания. Кустая слюна, мутные глаза, глубокие трещины на губах. Чем дальше от начала тренировок, тем хуже. Чем выше степень обезвоживания. И чем раньше наступает, тем раньше наступают неприятные психологические, физиологические сдвиги. На второй день поступают вводные. Указания от инструкторов. Свернуть лагерь и идти навстречу поисковой группе. Медики усложнили задание. Один из членов экипажа вывихнул ногу. Три километра его придется нести на себе. Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни сна. Все начинать сначала. Космонавты выжили. После тренировки каждый сбросил от 5 до 7 килограммов. Единственное желание после окончания учений – пить. Пить про запас, как говорят космонавты. С психологической точки зрения это нормально. Мозг все еще продолжает выживать. Считается, что российская методика тренировок не имеет аналогов в мире. У нас есть только психологическое тестирование экипажей. Обогреваемые палатки, продуктовый запас, биотуалеты. Гуманно. Зато как поведут себя астронавты в реальных условиях, можно только предполагать. Наших космонавтов учит выживать в настоящей пустыне. Никаких удобств, ни одной лишней вещи. Жестоко. Зато известно, до подхода спасателей они точно смогут продержаться. Это вы уже узнали из программы «Сканер». При операции на открытом сердце сердце обкладывают льдом и охлаждают до плюс 8 градусов. Ниже нельзя. Вода замерзнет и разрушит клетки. Выше тоже. Начнется разложение. И сердце, если так можно выразиться, испортится. Продолжение следует...